Мария Шамониди никогда не думала, что её жизнь может стать такой, как сейчас. Улыбчивая, невероятно талантливая и целеустремлённая девушка однажды столкнулась с трагедией, которая чуть не лишила её жизни. Оглушительный взрыв бытового газа и вот вместо счастья и привычной жизни страх, боль и потрясение. Марина не помнит ничего из того, что произошло. Шок от невыназимой физической боли просто закрыл с собой всё остальное. Ведь она получила 75-процентный ожог всего тела. Мы услышали, как будто землетрясение. Я говорю, мама, землетрясение. Вскочила и слышу, какие-то секунды пришли, и Марина кричит. Не человеческий, это был звук, я даже описать не могу. Вот, я выскочила, увидела её. Она была, ну вот так мы говорили, как мы сейчас носим лосины, вот это хбшные только носки были и верх шапка. Она как раз пошла, хотела управляться идти. И хорошо, что она была в шапке, потому что бы весь волосяной, вот волосы, это всё бы сгорело. И оно ей сохранило голову. К счастью, скорая приехала моментально. Когда Марину доставили в больницу, врачи сразу приступили к спасению жизни. Хотя такой серьёзный ожог в принципе давал очень призрачный шанс на то, что она выживет. На помощь пришла клиника в Краснодарском крае, в которой было всё необходимое даже для самых тяжёлых случаев. Мы решили её в Краснодар. Ну тоже вот взять, и все родственники, всё. Там они сказали, мы воспринимаем только. У неё до того такое вот состояние было, двое суток, она не выходила с шока. И она не была транспортабельна, даже на реанимобиле. И они говорят на утро, если вы дадите нам параметры, ну вот состояние её, если она вот доедет. И тогда мы её принимаем, будем заниматься ей. По-моему, пять операций. Мы целую неделю ей делали, через день операции. Во время взрыва Марина полностью потеряла зрение и чуть не лишилась рук. То, что пришлось пережить её семье, невозможно описать словами. Но главное, что Марина выжила. Врачи в один голос твердили, что это уникальный случай. По возвращению домой родные не знали, как вселить в неё надежду на лучшее. Ситуацию усугубляла депрессия. Поэтому и без того долгий период реабилитации в глазах родственников проходил целую вечность. Все, все приходили к ней, с ней разговаривали. Мы, я всё время успокаивала, что она будет видеть. Я говорю, ты не теряй надежды. Мы вечером лежали вместе с ней. Я интернет шерстила, смотрела, допустим, в Москве, вот насчёт ожогов, глаза, да, что проводят операции по кератопластике, что пересаживают роговицы. Сейчас Марина радуется жизни. В какой-то момент она просто взяла себя в руки и стала бороться с депрессивным состоянием. И своего рода крыльями для неё стали окружающие. И медики, которые по сей день по крупицам пытаются вернуть Марине способность видеть. Я себе как-то в голову внесла то, что мне врач сказал, что есть неплохие шансы видеть. Ну, эти месяца прошли очень так болезненно для меня. Но на самом деле прошли они. И оставалось абсолютно немножечко. Месяца два я бросила пить антидепрессанты, потому что я почему-то внутри верила, что мне помогут. Сейчас для Марины главное быть рядом со своей семьёй, по возможности помогать по хозяйству выращивать розы. К слову, розы – отдельная любовь нашей героине. В своём садике она выращивает несколько разновидностей этих цветов. Кстати, в саду живёт ещё один член этой семьи. Маврик, так зовут чёрного, как уголь пёсика, по-особенному дорог своим хозяевам. Во время того взрыва Маврик находился рядом с Мариной и тоже получил травмы, несовместимые с жизнью. И тоже чудом остался жив. Ну, он тоже в очень плохом состоянии был, потом рассказывали, он в очень плохом состоянии был в будке, и четыре дня не выходил. И брат говорит, может, его, ну, чтоб не мучился, как мама говорит, нет, не трогай, а говорит. Он выживет, и она выживет. И на самом деле я выжила, и он выжил. И очень меня радует, я его очень-очень люблю. Семья Шаманиди никогда не сможет забыть о произошедшем. Уж слишком большие и незаживающие раны оставила эта ситуация в сердце каждого, кто знает Марину. Эта история может заставить поверить в чудеса даже того, кто никогда в них не верил. Фраза «Родился в рубашке» как раз про этот случай. Марина верит, что пока рядом есть люди, которые верят в её успех, она непременно преодолеет всё, что ей предстоит. Алина Гидеева, Назир Капушев, Айвар Барануков, Архыз, 24.